МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из дистанции, где конкуренты не любят тягаться силами, Subaru WRX STI. Но, мне кажется, мы нашли автомобиль достойного соперника. Не надо писать нам в комментариях, что мы сошли с ума. Конечно, гараж, где живет МиГ-35, раз в сто больше, чем место на паркинге, которое займет Subaru. Да и за время наших съемок истребитель съел 6 тонн керосина, а машина не израсходовал и баг 98-го. Но звучат они одинаково дерзко. Вы разбираетесь в военных самолетах. Вот лично я не особо, но в корпорации МиГ мне сказали, что МиГ-35 отличается от МиГ-29, как Subaru WRX STI от обычного WRX. Действительно, внешне WRX STI похожа на модель WRX, но внутри заряженной версии целый табун лошадей, более выносливая подвеска и гоночные настройки. Кстати, Subaru, как и МиГ, никогда не выставляла на показ свои уникальные возможности и инженерные решения. Превосходство доказывалось в бою, а не в цветных проспектах. 19 лет сыровых испытаний на чемпионатах мира по ралли и кольцевым гонкам на северной петле сделали и Subaru WRX STI одного из самых закаленных бойцов. А вообще любопытно получается. У Subaru очень сложная подвеска, которая еще и серьезно обновилась. Она стала жестче, благодаря ряду конструктивных особенностей, позволяет сделать автомобиль еще более устойчивым на высоких скоростях. У МиГа, как таковой подвески нет, как и нет баранки в привычном понимании этого слова. А воздушные рули гораздо сложнее, чем рулевой механизм WRX STI. На первый взгляд идея очень странная. Ведь он летает, а она ездит. Он развивает скорость в 2500 км в час. Максималка Subaru в 10 раз меньше. И все же, есть небольшой отрезок двухмерного пространства, где можно помериться силами. В арсенале Subaru WRX STI 300-сильный турбированный мотор, механическая трансмиссия и симметричный полный привод. У МиГ-35 привода на колеса нет, зато он ставит на кон два двухконтурных турбореактивных двигателя с тягой на форсаже 9000 кг силы каждый. Если пересчитать эту тягу в мощность, получится по 57000 лошадиных сил. То есть под капотом МиГа аж 114000 лошадок. Перед вами самая длинная взлетно-посадочная полоса в России и Европе. Но, будь она короче, ее все равно хватило бы для нашего смелого эксперимента. Принимаем ставки. МиГ-35 или Subaru WRX STI. Вот она, минута истины. Да какая там минута, считанные секунды. Subaru WRX STI преодолела отметку в 100 км в час за какие-то 5 секунд. МиГ-35 чуть отстал лишь на старте, но теперь мы идем нос в нос. Стрелка спидометра уходит за 200. И тут двухмерное пространство для МиГа заканчивается. Истребитель свечой уходит в небеса. МиГ-35 один из немногих, кто может взлетать под таким углом. Взлетная тяга вооруженной самолета, отношение тяги к взлетной массе, существенно больше единицы. И это значит, что он может подниматься вверх вертикально, как ракета. Но это еще не все. Не могу удержаться. Я просто обязан рассказать вам об этом. У нашего МиГа есть две системы обнаружения целей. Одна радиолокационная, вторая оптическая. Другая зимника 35-го – всеракурсная система обороны. Сбить ракет этот истребитель практически невозможно, поскольку пилот получает информацию об угрозе заранее и может построить плановое уклонение или использовать средства противодействия атаке. К слову, этот оборонительный комплекс не имеет талантов среди российских серийных истребителей и опережает рядом на сторонах систем. Например, Boeing Super Hornet – основной истребитель ВМС США продемонстрировал макет аналогичного комплекса только в этом году, а на МиГ-35 штатные защитные системы были установлены еще в 2007. Если вы думаете, что мы приехали в Жуковский, чтобы сравнить, кто круче – Subaru WRX STI или МиГ-35, то вы сильно ошибаетесь. Мы приехали к единомышленникам, к самым настоящим боевым машинам. Вся команда автоитогов уверена, любой владелец Subaru знает эти имена. Холин Макрей, Карлос Сайнц, Кен Блок. А тем, кто в теме военной авиации, прекрасно знакомы Александр Федотов, первым оторвавший от земли МиГ-29. Петр Остапенко, поставивший 8 мировых рекордов. Павел Власов, поднявший в воздух новые варианты МиГ-29. Ну и, конечно, мы не могли не упомянуть нашего пилота. Михаила Беляева, демонстрирующего высший пилотаж на МиГ-29 МОВТ и МиГ-35 на многих авиационных салонах. А теперь еще и со страниц нашего портала. И нам кажется, что весь этот список имен объединяет любовь. Боевую машину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова